Сегодня мало кто помнит, что в начале войны совсем не Ил-2 был самым массовым самолетом непосредственной поддержки на поле боя. Эта высокая должность принадлежала одному из первенцев Павла Осиповича Сухого Су-2. Вы на канале History of Story. Приятного просмотра, друзья. К моменту начала работ над этой машиной Павел Осипович был уже давно состоявшимся авиаконструктором. Однако его судьба складывалась так, что он долгое время находился в тени своего могущественного шефа Андрея Николаевича Туполева. Но жизнь не стоит на месте. Шел вверх по карьерной лестнице Туполев, подтягивая следом и своих учеников. Когда в мае 1936 года был объявлен конкурс на многоцелевой самолет для ВВС РКК, многие КБ представили свои эскизные проекты. Быстро выяснилось, что они как братья-близнецы похожи друг на друга. Ну а раз так и принимая во внимание особый статус этой разработки, для ускорения работ было решено создать объединенную бригаду, в которой каждое КБ могло внести свой посильный вклад. Но из этой идеи ничего хорошего выйти не могло, ведь каждый инженер своего рода художник, а художнику очень важно указание авторства его работы. Тогда проект разделили, решив построить прототипы из металла смешанной и чисто деревянной конструкции. Зная, что Сухой проходил полугодовую стажировку на авиазаводах в США, за ним закрепили цельнометаллический прототип. Через 13 месяцев, 25 августа 1937 года, опытная машина поднялась в свой первый полет. Летчик-испытатель отметил хорошую управляемость, приятные взлетно-посадочные характеристики, общую простоту пилотирования. В своих отчетах испытатели особенно подчеркивали высокую культуру исполнения самолета, который в этом плане ничем не уступал самым современным зарубежным образцам того времени. При изготовлении элементов впервые в СССР применили прессованные дюралевые профили и высокопрочные алюминиевые сплавы. Все это сулило коренными изменениями в технологии производства. Но по их освоении должно было принести возможность поточного метода сборки с выходом на конвейер. И что самое главное, на мой взгляд, обеспечивался высокий уровень взаимозаменяемости деталей. 8 сентября первый опытный образец совершил вынужденную посадку на брюхо, что повлекло задержки в доводке самолета. Спешно построили дублера, который в январе 1938 года проходил совместные испытания из завода и НИИ ВВС, которые в целом подтвердили соответствие образца предъявляемым требованиям. Правда, несколько ниже расчетных оказались скорость и потолок. Но эти проблемы планировалось устранить в будущем за счет установки более мощного мотора. На третьей предсерийной машине установили, как и планировалось, двигатель М87. Скоростные характеристики заметно улучшились. Но двигатель оставался сырым и крайне ненадежным. По этой причине летчик-испытатель НИИ ВВС дал весьма скептическую оценку, указав конструкторам, что с данной ВМГ самолет не может эксплуатироваться в частях, а следовательно и строится серийно. Если на доводку мотора будет потрачено слишком много времени, то и перспектив у данного прототипа в связи с быстрым общим устареванием нет. Тянуть и вправду уже было нельзя. Военные требовали самолет немедленно. В марте 1939-го вышло постановление Комитета обороны о развертывании производства. А главным предприятием был определён 135-й авиазавод в Харькове. Для ускорения внедрения новой машины главным конструктором завода назначили Сухого. Но директор предприятий без энтузиазма встретил грядущие перемены, видимо прекрасно осознавая, что перестройка всего технологического процесса сопряжена с огромными трудностями. Поэтому цель сдать 110 готовых самолетов в концу года выглядела призрачно. Он сделал всё, чтобы москвичам в Харькове не понравилось, и они попросили перевода. Но получилось не совсем так. Сухой вместе со своим КБ действительно вернулся в Москву. План же по выпуску авиапродукции для 135-го завода не изменился. При подготовке к серии, в угоду массовости и дефицита дюраля, планер переработали, выполнив его деревянным. Возросла масса машины. Для того, чтобы сохранить характеристики на приемлемом уровне, серийные самолёты оснастили двигателем М88, который отличался ещё большей аварийностью. Строевые пилоты перед приёмкой самолёта на предприятии имели возможность ознакомиться с его устройством. По их рекомендациям вносились изменения в конструкцию. Освоению машины в немалой степени способствовал тот факт, что она изначально проектировалась и строилась уже с дублирующим управлением в кабине штурманов. Тем самым отпадала необходимость создания учебной модификации и повышалась живучесть в бою. Войсковые испытания прошли удовлетворительно. Под этой формулировкой скрывалось шелушение и отвал краски с передней кромки крыла, частые отказы двигателя, замасливание прицела бомбардира, недостаточная прочность стоек шасси и взрывы покрышек на пробеге. Однажды даже при длительном полёте на большой высоте замёрзли узлы управления. И только мастерство лётчика спасло машину от верной гибели. В то же время все пилоты сходились в том, что самолёт чрезвычайно прост в пилотировании. Доступ к узлам и агрегатам машины отличался лёгкостью и продуманностью. На 22 июня в приграничных округах находилось около 200 сушек. Бомбардировщики, находясь во втором эшелоне, от первых бомбовых ударов немецкой авиации понесли сравнительно небольшие потери. Чего не скажешь о боевых вылетах. Соединения Су-2 первое время для максимальной точности бомбометания наносили свои удары с малых высот, при этом не предпринимая никаких противозенитных манёвров. Для понимания масштаба потерь приведу пример. 26 июля на задание по бомбардировке провавшейся танковой колонии вылетело 25 Су-2 95-го авиаполка. На аэродром вернулось 11 из решечённых машин. Лётчики полка заявили о пяти сбитых мессершмиттах, что кажется весьма маловероятным, учитывая слабое стрелковое вооружение самолёта. Немецкие рапорты говорят, что в указанном районе был подбит только самолёт майора Мальцена, совершившего вынужденную посадку на своей территории. У Су-2 не было достаточной скорости, чтобы оторваться от немецких истребителей. При встрече с ними не спасал и оборонительный круг. Малой эффективностью обладала и задняя стрелковая точка, которая хоть имела большой эффект обстрела и при полёте в группе позволяла коллективно отражать атаки, мощности огня 7,62-мм боеприпаса явно не хватало, чтобы быстро сбить немца. Хотя пилоты Люфтваффе и отмечали высокую живучесть машины Сухова, а также, на удивление, хорошие манёвренные характеристики двойки, которая могла заложить крутой вираж и уйти с линии прицеливания. Но такой пилотаж был недоступен в группе, да и для его освоения требовалась хорошая подготовка. Чем, к сожалению, советские авиаторы начала войны в своём подавляющем большинстве похвастаться не могли. Война строгий учитель. Она заставила в сжатые сроки пересмотреть используемые тактические приёмы. Теперь самолёты стремились выходить на немецкие колонны с их тыла. Таким образом, частенько удавалось ввести в заблуждение зенитные батареи неприятеля. Немцы часто, принимая Су-2 за своих, вывешивали на крыше моторных отсеков своих танков большие флаги со свастикой. Представьте их удивление, когда начинали сыпаться советские бомбы. Сушки выходили из атаки со снижением и на бреющем, используя складки местности, возвращались на свой аэроэдром. Чаще стали выделять истребительные силы прикрытия. Но за освоение этих уроков была заплачена страшная цена. Так, только 97-й бомбардировочный полк уже после 148 боевых вылетов полностью утратил свою боеспособность. А ведь перед войной в его составе числилось 52 ближних бомбардировщика. Получается, что в среднем каждая машина жила всего 3 вылета. Лучше остальных войну встретили части Одесского военного округа. Благодаря своевременному рассредоточению и маскировке, на аэродромах от налетов вражеской авиации за первую неделю войны не было потеряно вообще ни одной двойки. Однако и здесь самолеты применялись с недогрузом, в среднем неся всего 240 килограммов бомб. Низким оставалась и точность горизонтального бомбометания. Иногда, при грамотном взаимодействии с прикрывающими истребителями, этим бомбардировщикам все же удавалось наносить серьезные потери наступающим немецким войскам. Одним из самых удачных налетов советских одномоторных бомбардировщиков стал удар восьми сушек из 227-го бомбардировочного по немецкому аэродрому около Белой Церкви. Без потерь со своей стороны тогда удалось уничтожить 10 мастершмиттов на земле. А 8 августа 1941 отличился экипаж лейтенанта Горюнова. Выполняя задания по разведке вражеских позиций, он заметил летящую ниже пару 109-х. Горюнов, не раздумывая, перевел свой самолет в пике, но неверно выбрав упреждение, вынужден атаковал ведущий, а не ведомый самолет. К удивлению молодого лейтенанта, подбитый мессер резко завалился на крыло и врезался в позади летящего напарника. Обе вражеские машины рухнули в расположение советских войск, таким образом подтвердив рассказ пилота. К сожалению, подобные успехи были единичны. С первых дней войны было понятно, что бронезащита и вооружение самолета не соответствуют области его применения. Было решено вернуться к дополнительной нижней стрелковой точке и варианту с четырьмя крылевыми шкасами. Значительной переработке подверглась схема бронирования. Штурман-стрелок наконец перед собой и снизу получил броневую плиту толщиной 8,5 мм. В августе 41-го цеха Харьковского завода покинула 120 новеньких бомбардировщиков. Большую роль рабочие этого предприятия сыграли и в восстановлении поврежденных машин на полевых аэродромах, где работали в составе выездных летучих бригад. Противник неоднократно предпринимал попытки уничтожить авиазавод. Задача по прикрытию легла на крылья 146-го истребительного авиаполка. Его МИГи круглосуточно вели патрулирование и отражали атаки неприятеля. Судьба этого доблестного соединения окончилась печально. Прикрывая эвакуацию оборудования и не имея возможности перебазирования, персонал полка принял бой и почти весь погиб. Харьковский авиационный завод был эвакуирован под бомбежками в Молотов, но там из-за хаоса при эвакуации длительно не удавалось восстановить нарушенное производство. В результате в январе 42-го было принято беспрецедентное военное время решения о расформировании предприятия. Почти одновременно с этим приняли решение и о прекращении выпуска Су-2. Говорят, на это в немалой степени повлиял отказ Сухого после смерти Петлякова взять шефство над серией П-2. В 1942 году из деталей, находившихся в распоряжении, было собрано 52 последних ближних бомбардировщика. Эти машины получили новый двигатель М-82, таким образом встав первопроходцами в его освоении. Конечно, летные характеристики заметно улучшились, но это уже не имело определяющего значения. Ведь из всех имеющихся самолетов теперь формировали звенья и эскадрильи корректировщиков. Су-2 удивительно гармонично смотрелся в роли, к которой никогда не готовился. Конечно, он не мог тягаться с немецкой рамой, но среди всех типов советских машин в роли наблюдателя был, безусловно, лучшим. Всего было выпущено 893 самолета. Последние латанные и перелатанные сушки были списаны в январе 1944 года. В 1940 на базе Су-2 разрабатывался проект ШБ. Штурмовик-бомбардировщик получил смешанный фюзеляж с броней, прикрывающей важнейшие узлы и экипаж от огня пехотного вооружения с земли. Был оснащен дополнительными подкрылевыми узлами подвески. Изменили схему уборки шасси и многое другое. Но с выходом на государственные испытания машины Илюшина интерес к этой вариации самолета быстро угас. Вскоре проект закрыли. Один из моих подписчиков просил сравнить штурмовик Ил-2 с ближним бомбардировщиком Павла Осиповича Сухого. На мой взгляд, данное сравнение не совсем корректно. Все-таки они проектировались под разные цели. Если бегло взглянуть на характеристики, получится, что Илюшин лучше почти во всем. Но все не так однозначно. Сушка имела большую грузоподъемность. При меньшем собственном весе могла нести пару 250-килограммовых бомб. Обладала гораздо лучшими взлетно-посадочными характеристиками. Имела дублирующее управление. Просторное рабочее место летчика и стрелка. Отапливаемую кабину. Гораздо большей стойкостью к повреждениям обладал и двигатель воздушного охлаждения самолета Сухого. Многие детские болезни, которые у Илла были впереди, на Су-2 давно были пройдены. Несоизмеримо лучшими, как показала история, оказались и модернизационные возможности. Да и в плане защищенности задней полусферы Су-2 военного времени тоже выглядел предпочтительнее. Само собой назревает вопрос, так почему же всю войну выпускали Ил-2? Да потому, что он был технологически намного ближе и понятнее советской авиационной промышленности. Был дешев, оснащался модной тогда ВМГ, жидкостной системой охлаждения. Ну и самое главное, имел очень хорошие отзывы фронтовиков. Что неудивительно, так как в отличие от Су-2, применялся по прямому назначению и потому нес несоизмеримо более мощное стрелково-пушечное вооружение. Сухой изначально построил очень неплохой сбалансированный самолет. И не его вина, что страна не была готова в полной мере к требуемой культуре производства, а концепция его применения предполагала обладание господством в воздухе. Су-2 внес заметный вклад в сдерживание атакующего неприятеля в самое сложное время. Уже только за это можно и нужно помнить про эту внешне неказистую, но неприхотливую и выносливую машину настоящего воздушного солдата войны. Благодарю всех и каждого за потраченное на мое творчество время. Если мой труд вам интересен, тогда подписывайтесь на канал, ведь впереди еще столько несказанного. Услышимся вскоре, друзья.